Ну, вчера днём я выглянула в окошко, какие-то ведутся работы. Кировец чистит дорогу, ну, я думала, может, там порядок наводит или ещё что-то там, огороды как бы это. Думаю, ну, хорошо. Потом смотрю, что-то сосед мой рукой машет, машет. Я оделась, накинулась, вышла, спрашиваю, говорю, сосед, что случилось-то, что за люди, что за работы ведутся? Он говорит, бачки мусорные. Но он говорит, я, говорит, уже переругался с рабочими, говорит, говорю, мы не дадим здесь ничего вам ставить. Ну, они сказали, что хотите, то и делайте, у нас приказ, мы всё равно поставим. Скажите, люди подневольные, им сказали сделать, они сделали. Я тоже, я позавчера пришла с работы, у меня гора стоит. Я тоже поняла, что всё, мы попали. По инициативе, по инициативной группе посёлка Преброженский, решили собраться здесь, в Задиминка, да, по Цивилизованному. А не на стихийном митинге на улице. Поэтому, хотелось бы выслушать, насколько я понимаю, вопрос один. По установке, по устройству контейнерных площадок для сбора мусора, да? Значит, предугадывая ваш вопрос, я сразу вам говорю. Устройство контейнерных площадок, это только начало. То есть, не надо иронизировать. А нам вниматься некуда, без иронии. Вы слушайте сначала, умейте слушать другого собеседника. 11 контейнерных площадок, 39 контейнеров будет установлено на территории посёлка Преброженский. Это только начало. Весь метраж, он учтён, всё измерено. И, ну, никак не 10 метров у вас стоит. Нам бы не разрешить обустройство этих площадок. Вы ошибаетесь глубоко, я могу вам сказать. Я могу пригласить вас, например, к себе на улицу. Хорошо. И ко мне тоже можете подъехать. Нас разделяет только дорога. Мусорные баки и дорога. И наши окна. То есть, я летом открываю окна, а у меня такой запашище. Во-вторых, сейчас отопительный сезон. Сейчас начинается горячая зола. Не дай бог, ветер подует на наши дома. Там просто, у нас улица школьная, там довольно-таки... Но вы же знаете, что запрещено горячую золу с сезонами. А я вам скажу, я вчера, когда подняла этот вопрос, мне человеком так и сказал. Я специально вынесу два ведра горячей золы и высыплю в пак. Ну, это же всё прекрасно. Вы понимаете, зависит от воспитания менталитета людей. Но есть люди, которые добросовестно понесут этот мусор, запечатают этот пакет и понесут холодную золу. Но люди всякие бывают тоже. Кто-то принесёт, поставит. Ладно, ладно, простите, я сгорю, не дай бог. А у нас подстанция сгорит, полыхлёд, всё. Зал борьбы это полыхлёд. Рядом в детский сад располагается. Я же ещё раз говорю. Вообще, посмотрите немного в зал. Пять человек сидит, которые в состоянии будут это расстояние преодолеть. Это федеральная программа, федеральный проект. Все равно люди-то должны быть им шармированы. Полития Михайловна, федеральные проекты, обсуждения, они ни на публичное слушание не выносятся на территорию сельского совета. Что вы так улыбаетесь? Правильно. Да? Закон это надо читать между сроками. Вернее, не между сроками, а дальше, а не то, что вам удобно. Сельсовета. Когда я связалась с эко-транспортом, когда к нам приехал эколог, приехал юристик, кто там у нас был, у нас там представители были. Когда они всё вот так доступно, подробно рассказали, у нас вопросы отпали. Ну так было? Да. Мы тогда все были. Вопросы отпали, мы согласились с этим, поэтому надо с людьми, я ещё раз говорю, работать. Продолжение следует...